Четвертый национальный форум Музея Беларуси стал еще одним знаковым мероприятием, которое посчастливилось принимать Бресту в год тысячелетия. На несколько дней легкоатлетический манеж обрел статус экспозиционной площадки, где интересный мог для себя найти даже человек, не увлекающийся историей. Музей наука, инновации, коммуникации – тема форума, которая сразу задает лейтмотив диалогу. Как создать такие образовательно-развлекательные площадки, которые сочетали бы в себе старину и современность? Не зря коммуникации, инновации, они в музейном деле сейчас выходят на первое место. Уважаемые друзья, я от городского исполнительного комитета, от областного исполнительного комитета, от руководства области и города хочу поприветствовать всех участников. Торжественное открытие форума положило начало большому диалогу. Кстати, в роли модераторов мероприятия выступил тандем ведущих – человек и робот, как символ того, что технологии сегодня – неотъемлемая часть существования. Музей – это место, где каждый день потребуется совесть часов и поколениям, где рождливо заховываются наивеликшие скармы – национальная, культурная и историчные каштовности, которые являются неотъемлемой часткой сосветной спадщины. Миссия белорусских музеев в 21-м стаходе – надзвучая и отказная. Масштабная экспозиция увлекает посетителей с первых минут. Настолько все красочно, интересно, неповторимо и, что немаловажно, с белорусским колоритом. Например, сотрудники художественной галереи Полоцка предложили гостям вернисажа отпечатать одну из гравюр на станке, по технологии, известной несколько столетий назад. Очень хотелось попробовать сделать гравюру, но никогда с таким не сталкивались. Мы, скажем так, простые солдаты времен Речи Посполитой. Ну, здорово, на самом деле очень здорово. Я когда увидел, что это делается, я прям «а-а-а-а-а-а-а-а-а». Ничто так не радовало. О народных легендах и оберегах рассказали гостям представители Национального исторического музея. Для эффективной работы с маленькими посетителями сотрудники учреждения разработали целую педагогическую программу. Через творчество к познанию истории и фольклора. Мы сейчас сделали с моей прекрасной подружкой, да, мы сделали куколку-желанницу. Потом вечером ты возьмешь эту куколку, нашепчешь ей свое желание какое-нибудь, есть заветное желание? Есть у тебя? Да. Тихонечко ей нашепчешь это желание, так, и спрячешь ее, чтобы никто чужой ее не видел, хорошо? Как оживить старинные снимки, знают сотрудники Государственного музея имени Янки Купалы. Сегодня сделать это можно только в их павильоне, причем в нескольких касаний на экране спортфона. Для того, как выкористать всю такую мощность этой дополненной реальности, требует спомповать предаток. Google Play называется он Roar. И в уголе каждый наведывальник, который спомпует эту программу, может прийти до нас в павильон и выкористать мощность, поглядеть в эту дополненную реальность. Сегодня технологии стали неотъемлемой частью музейного дела. Конечно, они нисколько не перекрывают значимость аутентичных исторических предметов, однако делают информацию более доступной и интересной. В этом уверены представители школьных музеев. Сегодня над экспозициями там работают и педагоги, и учащиеся. Два видения, два поколения, один подход в подаче. Школьники в основном знают о Великой Отечественной войне, а когда приходят к нам в музей, некоторые впервые слышат об Афганской войне, и им это очень интересно. Они узнают о подвиге, о котором мы рассказываем, о герое нашей школы Валерии Ивановичу Ховани. Четвертый национальный форум показал, насколько разнопланово и интересна музейная жизнь Беларуси. Среди участников есть и вовсе эксклюзивные варианты, например, музей Белочки. У нас уникальный музей, таких не только в Беларуси, но и в Европе больше нет. Достаточно молодой, достаточно популярный. Мы работаем с 2014 года, нам 5 лет. Достаточно уникальный музей, который посвящен белочкам и также истории Большой Берестовицы. У нас имеется клетка-вольер в музее, в котором находятся три белки чилийские. Деягот, американская белка. И также у нас во дворе имеется клеточка-вольер, которая встанет буквально в этом году. И в ней наша европейская красивая белочка. Да, охватить должным вниманием все 126 представленных на форуме музеев невозможно. Однако это хороший повод задуматься о внутреннем туризме и спланировать очередную поездку по родным белорусским достопримечательностям.